Ну что ж, дорогие друзья, всех приветствую! Студия RUHUB, ESL Pro League, 8 сезон, и уже, по сути, мы с вами отправляемся далеко не на первые матчапы финалов! Финалов в Дании, в Оденс, ну и со мной на связи Арсений Сеня. Сень, здравствуй, давно не слышали с тобой. Всем привет! Надеюсь, слышно меня нормально. У нас довольно интересная игра сегодня. Рене Гейтс, Вичи Гейминг, как до Инферно. Атакуют у нас ребята из команды Вичи. Австралийцы будут защищаться. Сегодня уже одна Австралия неплохо сыграла в рамках матча против Нави. Ну и посмотрим, как себя проявит Рене Гейтс. Да, интересное противостояние Best of 3. На самом деле, Вичи Гейминг в какой-то момент очень неплохо сражались с Астралис, но там датчане показали неплохую такую игру в целом, как и всегда. Сейчас ротация под Бэтленд и у товарища GKS очень большие проблемы. Он всего лишь один опорник этого направления. И Лиас вместе с Сейзером постарается зайти в спину. Лиас переходит у нас на точку Б. Время Мейзер рядом. GKS разваливает Аумана. Как-то не очень хорошую позицию занимает у нас игроки Атаки. Но все-таки Бремя Мейзер раскатывает одного. Вместе с Кейзом постелкают и Азера. Ну и в конце концов, GKS последний против троих уже игроков. Но раунд взять будет довольно проблематично. GKS у нас в районе Хелпыча. Гайцерка. Тут против него Жоакин повоевал. И в итоге китайцы из Вичи Гейминг выходят вперед. Да, по Мампулу, что интересно, именно Вичи Гейминг взяли себе Инферно. По-моему, Мираж дали себе, приобрели Ренегейтс, если потребуется Детрейн. Напоследок, само собой, сторона защиты для Ренегейтс, потому что это пик соперника. Ну, а на Мираже Вичи выбрали к этой сторону, соответственно. Ну, покупают у нас, естественно, террориста. А вот игроки защиты не всегда во втором раунде берут. Но это не про команду Ренегейтс на карте до Инферно. Они решили сыграть тут с пистолетами и вторыми арморами. Может быть, Инферно как раз-таки из тех карт, где, в принципе, резонно брать хорошие пистолеты и вторая армора. Однако вот Gratisfaction все-таки решил сохранить 700 долларов. Он, видимо, будет стрелять в ВП команды Ренегейтс. Да, ВП от него очень неплохо смотрится, но важно понимать, что есть еще некоторые товарищи, которые также могут попросить снайперскую винтовку, в случае, если распан будет получше и прочее, прочее, прочее. Но берем во внимание, что до снайперской винтовки еще далеко, как минимум, сейчас. Команда Ренегейтс, одна из немногих, кстати, которая закупается после слитой пистолетки, отчасти рискует. Есть некоторые проблемы касательно закупа и, видимо, лишь на счет 3-0 дефолтный, но такое. Ну, пока что холдят по стандарту у нас обе команды, никто нигде не высовывается. Правда, Эйзера вот тут отстрелили. Загулял Малехан. Ну, я не думаю, что это проблема, особенно если игроки защиты будут делать стак вчетвером на той или иной точке. Джеком подтягивается на Апленд. Рядом с ним вот-вот будет ЖКС. И пока что игроки защиты читают соперников, если все-таки терры пойдут на Апленда. А террористы заняли ребра, чекают лево-право, проходят через короткий и будут атаковать именно Апленд. И вот здесь уже могут начать серьезные проблемы. Гратифэкшн вместе с Лиасом разваливает 1-2, ситуация 2-3. Адвант пытается реализовать свою, пока не получается. Гратифэкшн все-таки падает. Ну и Джекем 1, но он на бомбе. Да, он на бомбе, но 1-3, по сути, сзади со спины. К нему там заходил товарищ, а он закрывает Эдвента. Джекем делает свой размен, слышит спину. И как он этот раунд мог сейчас взять? Фриман 2% здоровья. Чуть-чуть не хватило, но... Вич и гейминг. Что же вы делаете? Как это бомба? Так, это 2-0. Это 2-0, и это, конечно, проблема. Действительно. Флешка у нас от Азера. Все остальные берут... Не знаю даже, что тут взять. Тут максимум по 250-й. Правда, у Джекем взял ЦЗ-шку. У него было больше всех фрагов, поэтому с деньгами проблем нет. Но все-таки команда Ренегейтс делает фулл экономический раунд. И парни пытаются сделать засаду на Плэнте Б. Да, засада на Б Плэнте. И действительно, это бест в 3 серии, а не бест в 1. Так что, товарищ модератор, тоже это не вводит. Уже не ребят. А тут сейчас заход на дугу. И Эдван делает 2 минуса с формы. Он забирает Леза. Играет из Фэкшн. Джекес также рядом на измене в Римом. Делает 2 фрага. И Зяр пытается делать еще один размен. По итогу, 2 фрага, как для Эка, в принципе, неплохо. Покупает у нас обе команды. М-очки от одних. Естественно, калаши от вторых. МП, правда, от Адвента остается. Ну, а тут девайс, который довольно популярный нынче. Или Юмп, или МП-5 старая, добрая. Которая, в принципе, при каком-нибудь фастпуше может себя проявить. Хорошая раскидка, по идее, должна быть командой Вичи Гейминг. Огромное количество гранат. Но Играет из Фэкшн покажет нам, как стрелять с ВП. Или все-таки не покажет. Пока что идут в направлении Б-плэнта 3 игрока защиты. Просто-напросто пропушили банан. Откидывают дальше смоки и гранаты. И, по идее, Джекес мог бы оттянуться. А вот игроки атаки уже находятся на ребрах и готовы атаковать Аплэнт. Готовы ты готовы. Эдван заходит в шорт на пятнашке, пока защитник занимается задней. Позицию, зато вот двадцатка принимается. Да, Аплэнт дается размин на пятнашке. Это сделает по изиару. И контакт еще с Арк и Ауман падает от Джеки. Играет из Фэкшн закрывает Кейза. Ну, вот какой-то... Ну, неплохая идея, на самом деле. Они поняли, что банан пушится. Но немножко быстрее, наверное, нужно было делать выход на Аплэнт. Пока еще три человека было на дуге. А все-таки у защиты успел оттянуться один из запорников. И они втроем справились с этим выходом под раскидку на Аплэнт А. 3-1. Команда Ренегейт берет свой первый раунд на Инферно. Крутой такой, да, на самом деле, в рыв на Аплэнт. Возможно, чуть-чуть побыстрее. А с другой стороны, ничего же им не мешало выйти на банан. В конечном-то итоге. После фейк раскидок под Аплэнтом. Что решили, то и решили. А сейчас рыв на Аплэнт. И какой красивый даблкил. А Джейкома, Эдван, Кейс падает. Также Жукинг умирает от молика, Джекиеса. В ассисте с Джейкомом. Но один размен для КТФ. У нас Лиас при этом чекает пока что ковры. Там у нас никого нет. Как-то очень аккуратно играет Ренегейт. Но они понимают, что соперник все-таки у них непростой. И ошибаться, естественно, с этими парнями не стоит. Два на А, два на Б. Такая стандартная схема. А в теории, конечно, игрокам атаки можно и задумываться о сейве. Дело в том, что Юмп Калашников реализовать девайсы будет довольно трудно. Хотя вот Ауман, наверное, пойдет через ковры. Если он сделает свой пик, тогда потянется игрок с бомбой. Но, как мы видим, у нас на банане всего лишь один. Айзер подошел на Скарке и будет готов принимать зеленку. Поэтому два человека, по сути, смотрят ковры. Ауман удалось, кстати, забрать Лиаза. Выход у нас продолжается на А-плэн. Гратис Фэкшн пропустил одного, пропустил второго. Пока что сам не палится, но Айвек он реализовывает. Риман убирает. Ауман тоже падает. Это второй за Ренегейтс. Непонятно, Лиаза потеряли в яме. Здесь интересный такой момент. Ну, ты же себе не представляешь, да? Что выход с парты и забрать в яму не так-то уж и просто. Тем более, что у тебя есть снайпер-плэнти, который должен это, вроде бы, контролить. Да, но, с другой стороны, ничего не получилось у нас. Команды Вичи Гейминг и придется играть с пистолетами. Это заеха от Кейза. Все остальные берут П-250. Глоки, правда, у Фримена, Аумана и Адванта. Ну, и тут было бы, наверное, неплохо для Вичи Гейминг поставить бомбу. Но сделать это будет довольно трудно. Гритис Факшн сегодня играет неплохо с авиком. Разбирает Кейза, чекает дальше метро. Ловит вместе с Азером Жоакинга. Азер еще один хедшот. Тут в открытую перестрелку уже пошла команда Ренегейтс. Понимает, что его способ к девайсам, конечно, существенная. Поэтому не боятся стреляться и идти до конца. Сравняли счет, паритет по раундам. Но сейчас будет очередная закупка. И Кейз приобретает снайперскую винтовку. Быть может, у Гритис Факшн выиграть и не удастся. Сегодня в снайперских дуэлях на Инферно. Пока он за КТ сторону действительно неплохо себя реализует. Но что и пробовать. А пробовали Вичи, правильно? На Б тоже пару раз уже пытались зайти. Все никак. Можно что-то поинтереснее. Что-то поинтереснее. Это интересно, что? Вопрос для команды Вичи Гейминг. Потому что... Ну, банана мы еще, наверное, не видели. Такого хорошего, серьезного прохода. Один раз они довольно быстро пытались его занять. И проиграли. Сейчас, возможно, медленно будут работать. Ну, как обычно, на Инферно все делают по стандарту. У нас, кстати, исходя из статистики, Инферно в этом плане самая медленная карта. Ауман. Неплохое... Неплохой... Неплохое занимание, извините. Ковров. Сделали два минуса ребятки. Тем временем, Эйзера стоит у нас на коротком. Выходит целяться с Кейзом. И тут тоже мимо. А вот теперь все довольно плохо для команды Ренегейтса. Оставили одного Джейкома в библиотеке. И слишком далеко находится Джейкэс. Да, в действительности Аплэн сейчас несколько продает Ренегейтс. Понимает, что вроде как занятая точка база для ретейка 4-2 не очень выгодно смотрится. Уходят они с двайсами на Б Аплэн. По деньгам все, в принципе, хорошо. Даже если бы они сейчас вдвоем умерли здесь. Единственное, что на будущее. На будущее хотелось бы что-то заложить. Какую-нибудь экономику в банк. И надеяться, что за КТ-сторону дойдут хотя бы до 9 раундов. Да, уже отдают 4. Потенциали 5 могут отдать. Пошло-поехало. В любом случае, это сейв. В следующем раунде у команды Ренегейтс будет бай с деньгами. Пока что серьезных проблем у них нет. Но Вич и Гейминг потихонечку на Инферно выходят на минимум из 4-5, а то из 6 раундов. Да, у нас все-таки еще половина первой стороны остается досмотреть. И, в принципе, если Вич и Гейминг настолько же будут успешно играть в области ковров, то все получится. А это, я еще раз напоминаю, без дуги играет команда Вич и Гейминг. Возможно, у них в том направлении тоже есть какие-то интересные фишки. Ну, смотри, как минимум 6 раундов за КТ-сторону Вич и Гейминг взяли у Астралис. Ну, вот, 2 раунда всего лишь за атаку. Я так предполагаю, что Т-сайт, как и у команды, как там они были-то, фиши с атакером и компанией. У них тоже Т-сайт как-то не очень, а вот КТ на стрельбу прям вот как надо. Быть может, здесь та же самая история. Поживем, увидим. Пока что у нас на банане, как обычно, втроем играли Ренегейт. Составляет одного Гратифэкшена с АВП. Вдвоем уходят на Аплэнта. Ну, а Вич и Гейминг уже один быстрый выход на Аплэнт сделали не получилось. И сейчас играет предельно аккуратно. Несмотря на то, что у них, в принципе, есть, наверное, какое-то понимание по дуге, они все равно находятся у нас пока что под Аплэнтом и не высовываются. Контроль от Миддл начинает откидывать банки налево и направо, занимает ребра. Однако есть Фримен, который до сих пор играет у нас в яме. И это говорит нам о том, что, может быть, мы увидим зажим Бэплэнта с двух сторон. Если команда Вич и Гейминг все-таки пойдет в этом направлении. Накидывают снова банки, выходят стреляться зеленкой, GKM в арке. На него пока что выхода нет. Ну и тут 4А до сих пор у защиты. Верят, что это Асай до конца. А, быть может, да, после двух минусов от GKM будет дополнительная информация по бомбе. И сейчас в меньшинстве остается Вич и Гейминг. Им нужно понять, что дугу вроде как они не заняли. Под Аплэнтом ребра тоже не смогли пройти. И все, они в западне. Им нужно действовать в любом случае. А 40 секунд времени тоже будут на них давить отчасти. И выход через двадцатку. Пока что халдят у нас. Не то, чтобы выходят, ждут. Хотя нет, пошли все-таки. GKM забирает Кейза. Ауман разваливает GKS в ответ. Бомба выпала. Ну и тут хороший перекрестный огонь можно организовать. Хейзер палится на пленте и забирает Фримена. Ну али оставит точку в этом раунде. Не дается Вич и Гейминг взять минимальную серию. Соответственно, уже у них недостаточное количество денег. Но, возможно, этого количества хватает для того, чтобы купить, в принципе, хороший пистолет с первыми арморами. Второй армор плюс калашников даже у Фримена. Ну и, собственно, вся остальная команда, скорее всего, поступит точно так же. Напоминаю, друзья, что мы с вами смотрим матчером к ЕСЛ про лиги. Это финалы про лиги. Вот он здание. Да, восьмой сезон. Девятый сезон сумит нам довольно интересные какие-то изменения. Ну да, 16 команд в европейском регионе, как минимум, уже интересно звучит. Так что, по старым правилам, мы с вами смотрим последний чемпионат. 4-4 счет в этом матче. Карта Инферно. Откидывает Джейкам стандартные гранаты с им тиммейтом на банан. Команда Вич и Гейминг подходит. Играет довольно близко. Моментальный килл. Джейкай отбываливает Римена. Погибает Адвен. Это 3-5. Снова какой-то не самый синхронный выход. Нас на защиту. И команда Вич и Гейминг, скорее всего, ждет фиаско. Джейкай вместе с Джейкайсом продолжает агрессировать на дуге. Есть минусы от Джейкайга по Джейкайсу. Джейкайм пытается отойти назад. У него здесь цемент есть. И также есть, в принципе, возможность зайти за выступ. Но умирает он после густа. И далее Джейкайг продолжает открывать точку базы дуги. Гратифэкшн на просвете смещается на кофинс. И постарается уже с гробов как-то отыгрывать. Гратифэкшн. Умирает все-таки на гробах. И это интересная, на самом деле, комбинация от команды Вич и Гейминг. Потому что реально Джоа Кинг сам развалил точку B. И стянул на себя двоих оставшихся игроков. А бомба тем временем может зайти на Аплент. Ребята не торопятся. И может быть вернется сейчас Лиас. Хотя все равно находится он на танке. А это довольно далеко от Аплента. Вышли у нас тайры в итоге на точку. Бомба вот-вот установится. И тут хорошенечко нужно подумать. Команды Ренегейт все-таки с тех позиций есть ли Джезон выпивать Плентап. Потому что реально они не догадываются. Даже не знают, где могут находиться игроки Атаки. Уходят на сейф у нас в итоге австралийцы. И Вич и Гейминг снова выходят вперед. Австралийцы и один норвежец. Насколько я помню, Джейкем. Старый добрый товарищ. В действительности теряют уже еще один раунд у себя в копилке. Ну что, пять для Атаки? Думаешь, им достаточно или же хочется побольше? Все-таки тут ситуация непростая. Бомба взрывается. Джейкинг пытается найти сейчас своих соперников. Но ребята играют довольно далеко у нас в церкви. И это пять-четыре в пользу команды Вич и Гейминг. Шесть раундов остается до конца. У Вич и Гейминг есть, естественно, бай. И тут уже команде Ренегейтс нужно будет брать серию раундов. Потому что реально этот бай может быть последним. Ну или сейвы. Какие-то сейвы тоже могут неплохо выручать австралийскую команду. Нужно, нужно собираться. Все-таки КТ страна считается на Инфернета. Это особенно для некоторых азиатских коллективов сильный. Да, пока в атаке у Вич уже есть пять и потенциально шесть и более. Это очень сильно может напрягать команды Венегейтс. Хотя они тоже, в принципе, в атаке показывают довольно-таки неплохие результаты. Подсадка на дуге. 3б по началу. Ну и оттяжка после откида Герамон. Джоакинг. Готовится подсадиться сейчас на бойлер. Все-таки не пошел туда. Аккуратничает на коврах при этом она Сауман. У него уже не раз неплохо выходило там проходить, забирая попутствующих игроков защиты. Но в этот раз решил сыграть немного аккуратнее и спустился назад на ложный. Нужно это для того, чтобы накинуть гранаты. Занимание ребер в исполнении команды Вич и Гейминг мы уже видели. Но вот в какой-то момент Джоакинг, помните, выходил из арки и заходил в спину. В этот раз, наверное, пойдут сейчас ребята ровно на него. Коктейль Молотова разговелся неудачно для Адвента. В итоге он падает. Однако Джоакинг из 55 неплохо сработал против Джейкома. Пытается нашить дальше смок. Джейкэс не высовывается. Тем временем на банане также играет Gratis Faction. Но поджимать дугу он не стал. Джоакинг мог за этим арком не сделать. А вот Джейкэс в итоге забрал его. И снова команда Вич и Гейминг. В меньшинстве придется что-то выдумывать. Да, здесь Джейкэс постарается и лево и право осматривает. Внутри Аплэнта всего лишь один на дуге Gratis Faction. Если сейчас Банан не удастся защитить, то Бэплэнт будет небольшим провалом. Но Gratis Faction четкий скоб по Фримену на направлении МИДа. И Кейсту даже, по всей видимости, вместе с Ауманом отправляется в направлении Б-базы. И на Бэплэнте может быть Ауман нам сейчас покажет, насколько он крут. Выходит под смачок. Джейкэс пытается нашить. Фейхует с Бомбой. Ждет, пока на него ворвется. И почему-то Ауман не стал плейдить. Вышел на Банан и погиб от Айзера. 5-5. Временная ничья. И 5 раундов остается до конца у команды Вич и Гейминг. Снова трудности по деньгам. Понимал, скорее всего, что бомбу ему поставить вряд ли дадут. Да, с другой стороны, там Авик на Банане лежал около тачки. И можно было попытаться засейвить. Хотя за ним уже вышли на охоту. Правда, об этом он не знал. Стороны Банана. Да, решение такое вот неоднозначное. Но в любом случае, экономика Вич и Гейминг позволяет им сделать лишь только пистолеты без армолов. У большинства какие-то гранаты есть на Эдвенте, но не более того. Идут у нас в направлении Аплэн. Аплэн-то пока, что игроки атаки бомбу оставили, правда, в яме. И, может быть, будут заходить на Гритис Фэкшн. Кстати, Гритис Фэкшн подгорел от коктейля Молотова. 60 хп у него осталось. И, наверное, это не самая лучшая комбинация, когда вчетвером идут на Аплэн. Но, наверное, не зная все-таки, что ребята, когда они в скира. Знали, потому что там пистолет, скорее всего, вдвоем бы сыграли. Гритис Фэкшн промахнулся. Тем временем Ауман и компания идут в направлении Аплэнта А. Но и тут 4 человека. Шансов практически нет у команды Вичи Гейминг. Не, но Гритис Фэкшн на самом деле не промахнулся. Он попал в локоть Ауману. Просто там очень интересно получилось. Человек из-за стены еще не вышел. Уже прилетает плюха, как будто бы прострелом. И, соответственно, решили они под дугу снова врываться. На одного Гритис Фэкшна поняли. Скорее всего, такое, знаешь, слабое место команды Ренегейт. В случае, если снайпер промахивается дважды, то как бы шансов на Бэплэнт уже будет не так, что и много. У ПТН. Но принимает первую. Далее проход от компании. Бравых ребят в атаке. И вот подадим спрей GKM Ильяза и Гритис Фэкшна. Интересно. Да, неплохо. 6-5 в пользу команды Ренегейт. 4 раунда до конца. У нас должен быть бай с автоматами Калашникова у команды Вичи Гейминг. Но, правда, ребята почему-то не торопятся покупать. Интересно, о чем же они думают. Тайм-аут не берут. Там 3-600, товарищи. Мы что-то этого боялись. Наверное, да. Они до конца размышляли. А может нам еще раз делать экономический раунд. Но поняли, что вроде как 2 раунда за атаку делать экономический не Камильфо. Тем временем ранбуст был только что на дуге. Соответственно, GKM занимает более выгодную позицию. Возможно, сейчас нас ждет стычка на банане. Приман, да, забирает грипп из фэкшена. И в ответ хаешечка для Адвента. Посмотри, продолжает. Приман агрессировать. Сейчас он простил GKM, который уходил в церковь. Интересно. Потеряли. Они возможно сейчас сделать себе большинство на Б-базе. И они представляют, как они будут проходить того, что он у GKM на просвете. И GKS за Б1. GKS у нас стоит пока что и ждет кафель. GKS проверяет пока что плюс. Халдят абсолютно все игроки. 2B2. Тут все по стандарту. Ну и как-то фейкануть пытается команда Вечи Гейминг. Потому что накидывают они банки на ребрах. Там заходит Джоакинг. Тем временем два человека по-прежнему находятся у нас под точкой B. По идее, Айзер сейчас попытается прочекать и собрать инфу. Ну, тогда, естественно, игроки на B будут готовы. Но пока инфы нет, Айзер вернулся назад глубоко на плент. И очень хороший смок в тайминговый положили ребятки на B. 10 секунд минимум надо еще постоять. Как GKS наводился смок? Интересно. Может быть, это та самая NVIDIA подъехала на турнире? Может быть. Понятно. Пока тярочка с бананом. Причем даже какого-то контакта особо не было. Да, подраскидали чуть-чуть Вичи. Но потом решили стянуться. А нас садят уже изярно. Тупого могли забирая Аумана. И далее, скорее всего, будет на Жолкинга перестреливаться. Да, и, соответственно, кейс тут уже вне позиции против МКС и ВП. Вряд что-то сможет поделать. Приману встретить удалось изярно. 3 в 1 с бомбой 10 секунд времени. Что делать? Приман подбирает у нас просто-напросто АВП. И уходит на сейф этой снайперской винтовки. 7-5. Ренегейтс ведутся. Напоминаю, что Инферно выбирали у нас Вичи Гейминг. После таймера. Да, это проблема. Вот теперь уже пауза, судя по всему, от команды Вичи Гейминг. Думал, первая плейна уже закончилась. А нет? Ранолата. Просто пауза. Да, еще 2-2 раунда остается до конца первой стороны. Даже 3. И тактическая для команды Вичи. Все-таки правильно, да. Ну, опять же таки, 5 раундов за Т-сайт есть. Сказать, что это много, это, в принципе, лузовый минимум, как ты успел уже заметить. Но защита такова будет, и насколько серьезно в атаке будут ренегейтс. Вот в чем вопрос. Ну, пока что понятно, что ничего не понятно. У нас нет команды, которая бы тут захватила инициативу. И, если честно, Вичи Гейминг, в принципе, могут и 5-ю раундами довольствоваться и выиграть по итогу, как минимум, на карте Дейнфер на эту встречу. 3 раунда до конца. Авик от Gratisfaction. Фулл эко от команды Вичи Гейминг. В следующем раунде, скорее всего, будет бай. Однако Фримен снова будет играть с пистолетом. На банан пока никто не высовывается. Огроки защиты откидывают несколько катарей Молотова. Ну, и пока что на дугу зайти будет довольно проблематично. Ну, я думаю, тут и речи быть не может, в принципе, о какой-либо дуге. Попробуют хотя бы как-то реализовать свои пистолеты игроки атаки. Сделать какие-то минусы было бы неплохо. Перетяжка защиты на плента. Да, два будут бэкапить сейчас зеленочку. Ну, а два человека на коротком и на коврах. Тут все по дефолту. Байдет, байдет Эзиара на стрельбу. Там выход как раз-таки по Джекеме. И снова два минуса для него. Размена от Жокинга и проход от Эзиара на два фрага. Жокинг еще один минус. По соперникам с кольком дергает мышкой. Понимает, что сейчас нужно сделать еще один минус. Нести максимальный экономический ром по сопернику. Правда, поможет это команде его или нет, пока не ясно. Стоит у нас 55 Жокинг. Ждет авось кто-то выйдет через арочку. Но тут никого не встает. Ритисфэкшн перекрывает. Откидывает флешку. Под нее сыграет, скорее всего, Эйзер. Да, он выходит и моментально Жокинга слепым забирает. Два раунда до конца этой встречи. Собственно, как и планировалось, денег у Фримена нет. У всех остальных есть. И команда Вичи Гейминг должна в любом случае покупать. Да и на самом деле, быть может, кого-нибудь запустить вперед. Того же самого Фримена там с пистолетом на раш прочекать. Вдруг даже какой-то пропрыг с апартаментов сработает. Очень давно, кстати, я не видел раунда с вариацией с выпрыгом с апартаментов. Да, вот на предыдущем Дримхаке Open Winter, да, который мы смотрели буквально недавно. Этого раунда почти вообще на Инферно не было. Но там и нюки превалировали. Да, там было такое. Но, с другой стороны, в этом раунде Джоакинг уже сильно просел. 60 хп осталось у нас у одного из лидеров китайской команды Вичи Гейминг. И, конечно, слишком бесхребетная игра у них на дуге. Как-то очень они, конечно, отдавали его ребятам из команды Рене Гейтс. По сути, один Gratis Faction на себе половину игры держал, если не всю игру. Банан, и никто ничего против него сделать не может. Когда 4 человека постоянно на Апленте, тут, естественно, ты возьмешь довольно мало раундов. Но все равно 5 раундов для команды Вичи Гейминг это неплохо. Хотя вот сейчас снова заходят, судя по всему, на Аплент. И тут 4 дула их будут принимать. Единственное, что на зеленочке-то на пятнашке GKM1. Его можно пройти и выстроить сплит на Б, но пока к этому нет никаких предпосылок. Лишь только первые гранаты на тупой угол и, соответственно, там, изоляцию двадцатки. По большому счету 45 секунд времени. И даже 40 остается. Двое, трое в апарте. Вот, выпрог сейчас будет. Два через ребра. Посмотрим, что выйдет. Выход нас от команды Вичи. Два кимпадают лёс. Как же четко спрейт. Минус три. Эйзер подтягивается на хелпу и выбирает кейза вместе с Ауманом. 9-5. Ну, тут, собственно, как и планировалось. Ничего не должно было садить в команды Вичи Гейминг, потому что заходят они на четверых игроков защиты. Но попытка, конечно, была предпринята, однако тщетна. Один раунд остается до конца. У нас четыре тысячи команды Вичи Гейминг. Они уже, по-моему, пятый или шестой раунд подряд проигрывают. Пять подряд на табе видно. Естественно, ну, что сказать. Наверное, еще один раунд копилку Ренагейт должен уходить. Вот он-то два кила. Кому-моему, такое уже было раундов шесть назад. То есть парень перестал убивать вообще в первой половине. Это печально. Но и минус от Гритисфэкшна по Фримену. Подсадка на стеночку. И Гритисфэкшн террасмажет. Надкидывает еще одну флешку. Во, как близко к ним. Подходит Эдванд. Успел забрать снайперы команды защиты. А вот Джейкем не прикрыл своего тиммейта. Досадка. Джейкем стоит у нас пока что на точке Б. Откидывает Смок. Подсадка на клумбу. Тем временем выход на Аплэнд от команды Вич Гейминг. Кайзер замечает ребра. Неплохо раскатывает обоих. Бомба выпала. Он чекает дальше зелень. Заметил только что у Акинга. Но Ауман вышел через ковры. И тут ребята недопоняли друг друга. Потому что Лиаз должен был держать как раз-таки ковры. Он сместился. И по идее все-таки шансы остаются у команды Вич Гейминг. Выбивание 2 на 2. Джейкем с Джейкем. Один арка, один библиотека. Но опять же они не до конца понимают, где же находится их соперничество. Они были на точке Б. Джокинг забирает Джейкема. Ну и Аумана шикарная позиция, чтобы забрать Джейкема. Ну, с одной стороны, это и шикарно. А вдруг Джейкема заметит? Тут неизвестно. Да, и сейчас он умудряет как раз-таки навестись. Но не попадает по голове. 9-6. А вот это уже интересный расклад. Шестерочка затесает. И, в принципе, выигранная пистолетка для Вича может обернуться небольшим камбэком. Посмотрим от пистолетного раунда, как всегда. Тут зависит, будет камбэк, не будет камбэка. Все возможно, так сказать. Тут действительно все возможно, дорогие зрители. И мы совсем скоро узнаем. Пока что пауза небольшая. Я так понимаю, у нас, как обычно, минута 2. А значит, самое время поднять чит за безлимит. Болей за своих самым быстрым мобилем интернетом от мегафона. Друзья, без этого, без этого, увы, никуда. Да уж, без этого точно никуда. Интернет должен быть быстрый. Без быстрого интернета. Не стримить посмотришь, не файл не скачаешь. Не проследишь за ESL Vodens. Чемпионат мира, финал этого довольно большого события в Дании. Регулярного сезона, между прочим. Уже восьмой по счету, да? Да, среди профессионалов. И, кстати, напоминаем, что если Астралис победит на этом чемпионате, то она будет первой командой, которая выиграет дополнительный 1 миллион долларов. А если вдруг кто-то их переедет в финале, вот из 100 тысяч долларов в листок 150 за эту тему, переезд, так сказать. Да, по-моему, или 100 или 150. Как-то в том, что... Ну, 100, по-моему. А может, 150. Не знаю. Но в любом случае, мотивация есть дополнительная. Как у Астралис, так и у тех ребят, которые, возможно, будут играть с ними в финале. А может быть, вообще мы не увидим датчан. Подсадочка на банане. Посмотри, Гритис Фэкшн решил у 2Т вышку сыграть вместе с Джей Кэмом. Прочекали близь, отпугнули двух контртеррористов. И, в целом, после этого, я думаю, особо стычек не будет. Ну, Джей Кэм и компания все равно находятся у нас под бету. Два человека. Один за Б3, один на гробах. И тут, естественно, нужно очень уверенно попадать. Прилетает флешка. Прилетает еще одна. В итоге Джей Кэм просто слепым. Попадает по Адвенту. Несколько хедшотами Адвент падает. Аумен остается пока что один. Бомбу передропнули. Ее ставит АЗР. Вся команда защиты подтягивается. Но очень трудный раунд для команды ВИЧ Гейминг. Ну, как сказать-то. На самом деле, не такие ретейки врались на беплэйнс. Тем более, что тот Гритис Фэкшн получает на ходу. Жокинг также закрывает Джей Кэм. Минус от АЗРа. Минус от Кейза. И, как видишь, КТ сторона уравнивает. Черт! Ну, как же четко ставит Джей Кэм. Прямо вот на ходу. Это два в один. Аумен с дефузами. Пытается дефузить на два человека. Синхронно выходят. 10-6 в пользу команды Рене Гейтс. ВИЧ Гейминг. Поверженный в пистолетном раунде. 2000 долларов у ВИЧ. На таком же месте были Рене Гейтс. Они покупали тогда. Могли брать раунд. Ну, а команда ВИЧ Гейминг. В принципе, поступает точно так же. Они берут тоже хорошие пистолеты. Даже дробовичок. Мак-7 у нас оказывается от Кейза. Ну, и первый и второй арморы. Это дефолт. Отвык я от таких вот форсбаев. Но, действительно, видимо, на ESL Pro League еще существует. Команды, которые играют по старым правилам. Сейчас для Рене Гейтс это шанс выйти на счет 12-6. Между прочим, это неплохой задел, как минимум. Лиас у нас занимает пока что мостик. Играет довольно аккуратно сейчас на втором. Айзер разваливает Аумана. Минус Жоакинг. Просто поработал в одиночку на дуге. В итоге дал инфункцию еще один, как минимум, на Б-плейнте. Соответственно, нужно атаковать точку А. Ну, и под минимальное количество флешек ребята выходят в этом направлении. Кейз реализовал свой дробовик. Но все-таки моментально погибает и Фримен, и Кейз. Бомба ставится. Адвенту, естественно, было бы неплохо уйти на сейс своего первого армора и пистолета 5-7. Действительно, Адвенту придется подсыпать свой пистолет. Учитывая, что тиммейт в следующем раунде тоже ничего закупить не смогут. Как я и предполагал, 12-6. Ну, переигрывают немножечко Вич Гейвинг. Им придется взяться уже с самой первой закупки. Да, если не берут вторые, идувайз, там вообще все будет печально. И тут нужно понимать, много преимущества. Нельзя отдавать сопернику. Это точно. Бомба вот-вот взорвется у нас. По итогу счет становится 11-6 в пользу команды Ренегейтс. Скорее всего, 12 раунд они тоже возьмут. Потому как юспики. Кстати, если Greatest Faction у команды Ренегейтс экономически играл довольно грамотно, потому как понимал, он снайпер, то у команды Вичи Гейвинг покупали в прошлом раунде абсолютно все. И это говорит нам о том, что в следующем раунде, возможно, авика не будет. Хотя вот у Кейза 3-3. Поэтому, ну, без армора или без каких-либо гранат, может быть, мы увидим все-таки снайпера. Эйзер с УЗишкой. Галил от Greatest Faction. Ребята идут в направлении Ямы. Может быть, будут атаковать точку Б. А еще я понял, что проигравший этой Best 3 серии вылетает с турнира. Потому что это уже нижняя сетка. Первый раунд нижней сетки. И Вичи Гейминг прилетели. Могут также и вылететь. Да. Без этого никак без победы. Тот, кто проигрывает, тот покидает чемпионат. Ну, и команды, на самом деле, в принципе, плюс-минус одинакового уровня. Хотя, конечно, Рене Гейтс, ну, поупикнее. Должны быть хотя бы в ПП-8, да? Ну, я не знаю, где они могут быть. Но если сравнивать просто количество проведенных LAN-турниров, да? Где участвовали, надеюсь, небо и земля. Все-таки Вичи Гейминг очень редко появляется на том или ином турнире. Потому что, в основном, у нас Китай представляет команда Тайлу. А вот Вичи Гейминг появляется очень редко. Айзер делает просто эйс из УЗИшечки и фармит 3000 долларов. Да, очень много денег с так на АБ Вичи Гейминг проиграли. Тайфел экономический. Тут ничего не поделаешь. И я просто, к чему хотел сказать. Нам, там же, по-моему, Вичи Гейминг своя. Если проига азиатского региона. И почему-то мне казалось, почему-то мне казалось, что ребята как раз-таки обыграли Тайлу там, но нет. Нет, да они, в принципе, могли периодически Тайлу обыгрывать. Да, 2-1 обыгрывали. Но дело в том, что просто-напросто, если брать весь опыт, то значительно больше того опыта у нас у ребят из команды. Да просто история таковая, что Тайлу в последнее время подздали. И сказать, что вот Тайлу представляет азиатский регион, ну, уже как бы не приходится. Ну, ты видел выступление на Мальте. Потому что всегда у нас, если мы говорим Китай, мы говорим Тайлу, когда мы подразумеваем CSGO. Тут, как бы они, хорошо или плохо не играли. Я думаю, они должны где-то год или два всем проигрывать. Тогда вот. Тогда может быть. Итак, товарищи. Гратифакшн с Галилом. Узишка от Азера. Джейком играет с автоматом Калашникова. Это, по сути, один из решающих баев. Дело в том, что если командир на Гейтса его берет, тогда счет 12-6. И совсем близки они будут уже к победе на карте до Инферно. Джейком и компания действуют в направлении рёбер. Атакуют моментально сейчас снайпера. Кейс промахивается несколько раз. Уходится в библиотеку. В этот момент для Асова все-таки ловят. Ауман тоже падает. Ситуация 3 в 5. На КТ спаун заходят Теры. И, в принципе, будут атаковать Адвента. И вот это наглядный пример, когда снайпер команды защиты промахивается на рёбрах и ещё успел уйти. Повезло, да? Но потом полный провал. Второй раз его ловят с арки. И ещё и перетяжка на КТ не была законтроль. Но что означает для Адвента практически бесшансовую ситуацию. Ещё и GKS находит Джолкина на миду. И как бы тут Фриман вместе с Адвентом попахивает ещё одним раундом для команды Рейнгейтс. Боба стоит. Тут, по-моему, даже не пытается выбивать. У нас Фриман на GKS просто-напросто находит своего соперника где-то на рёбрах и разбирает его. Ренат Шейф пользует Рейнгейтс. Так называемая финишная прямая у вас на экранах. Остаётся всего 3 раунда. Ну и пока что с такой игрой команде Vichy Gaming ничего не светит на этой карте. Так вот, да. И что самое-то интересно, против Астралия с 8 раундов, а против Рейнгейтс пока восьмёрки не наблюдается. И, как по мне, это кажется странным. Хотя Астралия с Рейнгейтсом или поздно должны хоть кому-то-то проиграть, но... Может быть, не сего. Параллельный матч, да? Нет, насчёт параллельного матча, по-кстати, не в курсе. Там Хеллрейзер с Астралией с Астралиейсом. То есть ты вот так вот, да? Ну ладно, ну там пока первая карта. Далековато там. Там пока что Мираж. В принципе, команда Хеллрейзер сможет удивить. Напоминаем, что за Хеллрейзер сыграет Хоббит. На этом чемпионате. И, по-моему, в рамках такого крупного турнира мы Хоббита ещё за Ашар не видели. Айзера, наконец-таки, подловили у нас на точке Б. Слишком часто он там гулял, напоминаю, с ДЛА в одном из раундов. Но в этот момент его тиммейты вышли на ковры, точнее, через ковры на Аплэнт. И развалили Римана вместе с Кейзом. Мы, соответственно, пробуют выбить. У нас всё равно китайцы из ВИЧ-гейминг, однако, не судьба. Аумы надо падать. Жокинг спалился и угорел. Лиас погиб. Но, опять же, это не падает в своих мопоп атаке, поэтому рано или поздно они, скорее всего, в Жокинге могут найти. Да, представляю, уже себе счёт 14-6. И по факту, ну, что последняя закупка для ВИЧ-гейминга. И если не камбэк, то действительно полный провал на своём пике. Вот что сказать по миражу. Для Ирины Гейтс, мне кажется, этот мопыл вообще удачно сложился. Трэйн вроде как у них хорошо в мопуле смотрится. Так что тут только надежда на хороший камбэк, на Дэнферно, друзья. И также напоминаю, напоминаю, что официальный партнёр трансляции компании Ситимобил. Они изобрели такси-портацию. Фортные выгодные поездки от 89 рублей. Ведь, чтобы поездок было много, они должны стоить мало. Ну и как, ты часто катаешься? Я, да не, я люблю всё-таки молодой ещё с чувачком погулять сейчас. Да? Кататься надо. Надо кататься, Аниша. На велосипеде. Молодой. Ну, может быть. Так, авик у нас от Гритисфэкшена. АК-47 и довольно много расцветок у нас. Защита, тем временем, 4 эмки. АВП от Кейза. Ну и есть двое дефузов. Ну, такого хорошего бая от команды Вещи Гейминг мы ещё не видели. Они проиграли 4 раунда подряд. И вот, наконец-таки, сейчас у них даже 5 раундов подряд. У них есть эмочки, у них есть откидка. Они, в любом случае, могут сыграть так, чтобы не дать команде Ренегейтс быстро занять ту или иную позицию. Кейз решил рискнуть. Забрал Джейкова на мостике. Тем временем, Гритисфэкшен, он проверяет сейчас ковры. Играет аккуратно на шепте рядом с ним тиммейт. И, может быть, попробует забрать игрока за сигаретой. Вот, под библиотекой. Не заметил он только что Жоакинга. Но там буквально одна ошибка. И, возможно, всё получится. Кейз падает. В итоге Гритисфэкшен нашёл своего соперника. Тем временем, два игрока у нас у атаки до сих пор на ребрах. И, может быть, они будут заходить через зелёнку. Но тут нас три человека. И сейчас довольно хорошая всё равно ситуация для команды Вичи Гейминг. Один коктейль Молотова. Второй коктейль Молотова в Куи. О, ЖКС вот-таки падает от Фримена. Гритисфэкшен щёлкает Фримена в ответ. Но он уже один против всех. Ауман. Раскрутил М-ку. Забрал Лиаза Гритисфэкшена. И это раунд для команды Вичи Гейминг. Да, смогли найти entry frag себе в раунде. И потом-таки смогли удержать А-точку. Но по-прежнему, да. Есть проблемы касательно приёмок. И, возможно, ренегейт стоит отказаться от выходов на сайт. У них базы как-то всё поинтереснее даже получается. И тем более, что дугой особо Вичи Гейминг пользоваться. То, что на первой плане, что на второй не хотят. Четыре АК-47-е и вторая арморы. И раскидка АВП у нас для динсфэкшена. Накидывается много банок сейчас на банан. Игроки атаки идут в направлении цента. И готовы заходить сейчас на точку А. Летит Хаешка. Одна-вторая. Парни проверяют дугу. Довольно хорошо просил Лиаза и Джейком. Потому что такие же банки летели у нас на ребрах. Но они зашли сейчас на А-плэнд. А там два человека. Один в А-плэнд, один в Больших Песках. И почему-то только сейчас стягивается у нас Жоакин. Хотя уже огромная часть карты под контролем атаки. Жоакин в итоге через переход забирает Лиаз. Выход на размен. Джейком забирает его. И остается лишь очень грамотно Ренегейцер отыграть. Какие позиции у Эдвента Сауна. Они не представляют, что... А если сейчас Ренегейт займут Б точку, что будут делать они? Не, ну они должны представлять. Потому что Жоакин погиб. Ну да, но они просто рисуют. Они рискуют. Они думают, что если это зажим Б, то тут тоже должен кто-то идти. Если это зажима, то мы можем зайти в спину. Но в итоге заходит в спину и получается все дамя удачно. Адвент забирает Джейк Эса. Бомбы пока что в руках. Но до сих пор не понимают, что надо идти на Б-пленд. Сейчас Азер уходит на переход. Чекает здесь эту позицию. Начинает фейковать специально. Но видимо его тиммейты пойдут на А-пленд. Хотя вот до конца не могут... И Вич возвращается на Банан. Ну, на Банан они не могут вернуться. Тут вопрос, кто быстрее Б-пленд займет. И потому что Смок-то есть у Джейка, у меня Гритис Фэкшн. И в принципе, одним Смоком тут можно неплохо перегородить Банан. Ну и все-таки на Б-пленд идут ребята. Прилетает флешка в церковь. Ребята чекают эту позицию. Еще одна Банка. Прилетает Смок на Банан. Азер пытается все напросто проверить. И заходит игрок с бомбой. Ну, по идее, времени должно хватить, чтобы поставить бомбу. Да, Гритис Фэкшн ставит его за Фонтана. И три человека будет выбивать через Банан. А вот это уже, наверное, неправильно. И фишка-то в том, что Ауман все хотел кинуть. Молик так и не кинул никуда. Сейчас он его, возможно, таки куда-то да и отправит. Но по факту Б-плант они отдали. И ретейк трое через... Ой, какая позиция. Банан. Почему же Азер занял такую плохую позицию? В итоге его просто-напросто словили. Джейкэм на чеку забрал Аумана. Адвент забирает Гритис Фэкшн в ответ. Бомба очень хорошая для Джейкэма. Он играет через Фонтан. И в итоге Рене Гейтс берут этот раунд. 15-7 в пользу австралийцев. У ВИЧи проседание по экономике. Да, снова проблема с закупкой. Но так как последний раунд будут форсить до конца. Что из этого получится уже совсем скоро. Мы, в принципе-то, и узнаем. Рене Гейтс. Ну, вот, видишь, немножечко повтыкали на КТ стране. А в целом-то получилось все довольно-таки гладко. Да, ВИЧи Гейминг удалось сделать ситуацию 3 в 2. Но потом размены и плюс позиционка Рене Гейтс уже решила. Ну, что ж, друзья. Скорее всего, Инферно идет все-таки копилочек австралийцев. Напоминаем, выбор Инферно это выбор команды ВИЧи Гейминг. Но пока что на своем пике они отыграли очень плохо. Ну, если честно, я даже не знаю, почему они выбирали Инферно. Потому что то, как они играли за атаку, оставляет очень много вопросов. В частности, мы не увидели ни одной успешной атаки по линейной точке B. И даже ни одной хорошей раскидки на B-плейн. Джейка проверяет сейчас короткий, моментальный кейс с ним случился. Сыграл этот парень с дробовичком. Ну, а три человека при этом у нас под B-плейн. Там кейс чекает бойлер. Может поменять сейчас дробовик на автомат Калашникова. Однако этого не делает. Но на ложном до сих пор стоит Джейкэс. И просто-напросто слушает своих соперников. Да, пытается собрать информацию. А вдруг кто-то пойдет пушить Аплент. Тут трое игроков защиты. Я вообще не представляю, есть ли смысл агрессировать здесь. Ой-ой-ой, Фриман-то. Так, есть попадание. Плоу-шади остаются. Кейс продолжает работать дробовиком. Делать свой размен. Но команда атаки пробивает. Оборонные редуты. Осайда. И под B-точкой Изиар. Находит свой размен вместе с Алманом. Но, как итог-то, нет. Позиционки у команды не едут. Выход на Аплент. Джоакинг, возможно, справится еще с соперником. Играет он за первым опорным ящиком на точке. И его ля-ой, не чекает до конца. Хотя подсадку сверху он проверил. Джоакинг заходит, стреляется с большими песками. Джейкэс красный. Но и тут все-таки приплыла команда Реннегейтс, как минимум, в этом раунде. Скорее всего, счет 15-8. Остается вместе сыграть. Хоть у Джейкэс забирает Алмана. Но уже какой-то уверенный выход. И все-таки ставит точку в этом раунде. Не повезло. На самом-то деле, Илья смог забрать сейчас игрока внутри плента. Но он, судя по всему, не поверил своим глазам, когда увидел уже во второй раз соперника. Однако, деньги есть у команды Реннегейтс. Это снова бай. И попытка взять 16-ую очку. Да, и действительно, я не совсем понял, как Лес там не увидел. Но там, когда заходишь через шорт, вроде как человека рядом с этим ящиком. Ладно, будто не всегда можешь увидеть, но вот под ящиком моделька должна торчать. Почему-то не поверил, что... Не увидел. Все-таки не увидел. Тем временем у нас Ашеры. Выиграли у команды Астралис на первой карте с учетом 16-8. Там был Мираж. Да, сейчас будет пауза на основном канале Твичто. Но там ребята работают для вас из студии, так что залетайте уже совсем скоро. Начнется вторая карта. У нас с вами все еще первая карта Бест-3 серии Реннегейтс и Вич и Гейминг. Интересно, чем же закончится встреча. Ну, восьмерка, как против Астралис, в принципе, присутствует уже. Айзер чекает дугу. Откидывается флешка на минус. Адвант играет на халпе. Подтягивается Ауман. Ну, и команды Реннегейтс играют с бомбой на банане. Возможно, пойдет именно в том направлении. Хотя, подобрали у нас бомбы. Идут теперь на центр. Откидывается смок на зелень. И тут лишь два человека охраняют короткие плюс ковры. Подтянулся, кстати, Джоакинг на арку. Но, видимо, там никто играть не будет. Джоакингу, кстати, удалось забрать Айзера. Простил он его просто-напросто через смок. Видимо, до того момента, как смок взорвался. И по итогу команда Реннегейтс в меньшинстве. Да, теряет снова двух игроков. Пытаются уже как-то с бананом здесь стыковаться. А ведь двое на просвете КТ. И один смок. И про человек буста может решить все проблемы. Может быть, выход от Гритис Фэкшена. Ауман падает. Хороший смок. Было бы неплохо, наверное, подсадочку сделать снова. Контр-буст на клумбу. Один подсадок от своего тиммейта. Этот подсадок только что смотрел Гритис Фэкшен. Лиас в итоге падает. Убудил Гритис Фэкшен своего тиммейта. Отыгрывает дальше на кафеле. Забирает Хэлпу. И вот теперь перекрестный огонь должны организовать Джейком вместе с Гритис Фэкшеном. Притает смок. Но самый точный. Ребята выходят вместе на одного из соперников. Риман забирает Джейкома. А Гритис Фэкшен? Не знаю, а нужно ли брать тут Алик. В итоге забирает. Он отпускает! И это раунд для команды Витч и Геймин. Хотя... Да, есть время. Есть время. Да, успевает. Хорошая попытка от Гритис Фэкшена. Но с другой стороны был бы коллаж. Сколько было патронов в магазине? Смог бы ли он убить? Не, ну вообще Алик, да. То есть там сейчас в Хэпе было Гритис Фэкшен, но он не был красным. Поэтому Алик брать, может быть, и не стоило. Но в любом случае сыграл неплохо. Попал. Однако немножко не хватило. Близко, близко. Действительно квадрокил. И снова раунд за командой Витч, Гейминг, Экономика, Ренегейтс. Снова дает трещину. Но придется сделать одну эко и уже в следующем закупаться. Хотя никто не отменял пистолет с арморами. И все-таки попытаться реализовать действительно тот самый выход с аппартов на базу А. Под флешечки, под смока. Что они смогли реализовать Витч и Гейминг с Двайсом. И тогда, я помню, они втроем просто в ряд вышли. И какие-то вялые флешки, и выпады. И, короче говоря, не очень. Ну что ж. У нас покупают, ребята, все равно. Автоматы Калашникова от СЗШки. 15-9. 6 раундов нужно взять в команде Витч и Гейминг, чтобы смотреть. Дополнительные, да, раунды надо? Инферно. Дойдем лить? Может быть, да. Все возможно. Много работы. Очень много работы. Сейчас по-прежнему и решили закупаться. То есть, под нулей, видней Геймингис. Забавно. 2 СЗШки, 3 Калаша, плюс полугранат на каком-то более-менее адекватном уровне присутствует. Единственное, что с фейками особо тут не позабавишься. Посмотрим. А вдруг все-таки фейканул. Откидывает пока, как бывает, на ребра. Ой, Фримен и Жоакинга, звали бы с Джеки Мэйляд. Загибайте, что только сейчас Адер выходит. Делает неплохие минусы из СЗШки. Он не слышит, что в спине у него оппонент пытался зарезать все-таки Адвента, но не получилось. 15-10. Еще один раунд для Вичи Гейминга. И остается 5 раундов при этом экономически от террористов. Причем вот этот микро-момент на Асайде. Сейчас не Айзер выходил чуть-чуть поздновато. А Джеки я слышу, слишком поздно. Его ребята уже проходили через двадцатку. По факту, чуть-чуть раньше бы выпрыгнул саппарта. Забрал бы и козырек, и под козырьком. И вообще бы раунд могли перевернуть Риген Гейтс. Но не получилось в очередной раз. Теперь закупка у страны защиты МП-5 и МП-45. Калаш, МК и АВП для Акиза. Работать можно, но 5 диглов соперникам. Посмотрим, сколько Адвайса потеряет. Джейкс забирает нас Фримена. А вот и проблемки. Могут нагрянуть даже не в следующем уже раунде, а в этом. А тут буквально один фейл, и можно прощаться с карты до Инферно. Жоа Кинг забирает нас Джейкома. Играет он в районе Короткого. Реализовал свою МП-ху. Минус еще с автомата Калашникова теперь. Ну и как-то по одному сыграли у нас террористы. Вместе не пошли. Хотя они были в большинстве, я напоминаю. Идут через ковры. Пойдут атаковать точку А. Там у нас возле сена находится Жоа Кинг. Но под библиотекой Кейз. Минута времени еще могут постоять. Могут похолодить в нас терры. Но нужно все-таки рано или поздно двигаться. Ставить хэдшот со своих деглов. Здесь еще такая ситуация, что Гритис Фэкшн с Лиозом и Зиаром втроем. Да, меньшинство изначально будут при выходе на асайт. Вроде как их на чуть-чуть-то побольше. Но по факту девайсы должны выполнять свою работу. Тем более Жоа Кинг сегодня вообще жестко играет. Во всех своих возможностях. И вот минус от Кейза по Зиару. Два в четыре проход туда. На 30-й секунде потеряли Жоу Кинга. Ну, по-моему, это поставьте. И, в принципе, неплохо. Ну, два в три, на самом деле. А почему нет? Все возможно, в принципе. Правда, вот Ляс непонятно зачем вылез. Играл довольно агрессивно. И за это нужно расплатить сам Гритис Фэкшн. Неплохо пропушил сейчас область под библиотекой. Забрал Кейза. Остается с МПшкой на плейнке. И вот чекает. Но все-таки два человека. И в итоге Гритис Фэкшн. Падает. 15-11. Ну, и вот теперь мы понимаем, собственно, почему Инферно выбирали Вич и Гинга. Потому что реально за КТ они стреляют довольно неплохо. И, собственно, наверное, на свой диффенс они рассчитывали. Но слишком много раундов они поначалу отдали. Поэтому все равно ситуация довольно тяжелая. Не, просто история такая, что Ренегейтс как-то последние раунды чуть-чуть не доигрывают. Да, вспоминаю, снова клач от Гритис Фэкшн под базой Б. Если бы чуть больше везло, быть может быть, уже и победили, да. Но здесь сказать сложно, что в Вич и Гейме такие вот хорошие за КТ сторону. И у них тоже присутствуют проблемы. Но в целом, да, именно так картины и складываются. Китайцам практически удалось совершить камбой в 4 раунда до допов. И это очень быстро может все дело закончить. Идут в итоге в направлении А плента. Сейчас игроки атаки. Два на ложном, три правда под ямой. Еще далеко не факт, что это А. Все-таки, может быть, хотят дождаться, пока пройдут смоки, пройдут коктейли Молотова на банане. И попробуют занять эту позицию. На дуге у нас два человека. Даже не на дуге, а на точке Б. Играет довольно пассивно. Один на гробах, другой на сэндвиче. Ну и бомба перетягивается в направлении плента А. По идее. Там три. На коротком два в районе ковров. Ну и Жоа Кинг пока что однозначно герой команды Вич Гейминг. Может быть, сейчас справится с этим выходом. Хотя у команды Ренегейтс должна быть хорошая грамотная раскидка. Жоа Кингу удается забрать Джекема. Врывается он на бойлер. Там никакого размена нет, потому что он с Джекем играл один. Наконец-то из Жоа Кинга ловят. Заигрывается там Жао. Нужно было тут играть немножко аккуратнее. Все-таки преимущество было налицо. Но частью он свою команду подвел. Это дает возможность команде Ренегейтс занять сейчас ребра. Парни идут в направлении зеленки. И будут зажимать точку Б с двух сторон. Да, и через пятнашку в арку на КТ. Алман, плюс-минус, понимает, что сейчас будет весь проход. Забирает одного у нас на КТ. Прокидывается смок, меняет АВИК на коллаж для Гротисфэкшена. ЖКС вместе с ним, плюс опор через Банан. Это уже Лиас, да, который за смоком все еще никак не может просто ворваться здесь в темное. Еще сидит товарищ Аманед, он забирает Лиаса. 2-3, бомбу нужно ставить на гробы и устанавливает ее в Гротисфэкшен. Сейчас бы ему Алик сюда, я думаю, было бы довольно-таки просто. Но на самом деле им было бы неплохо сейчас занять какие-то позиции. Они вдвоем стояли на этих гробах. Из-за этого Фрима забирает Гротисфэкшен. Только сейчас ЖКС ушел на ЗБ3. И шансов у него опять же немного. ЖКС отыгрывает очень веренно. Назваливает одного, но все-таки Китая Молотова выгнали из-под этой позиции. 15-12, еще один раунд за командой ВИЧ и Гейминг. Однако установленная бомба, это бай для команды Ренегейтс. Да, и смотри, интересная реализация сприта на Б, но по факту я не совсем понимаю, почему Гротисфэкшен, во-первых, оказался, как ты правильно сказал, в одной позиции с тиммейтом. Почему они так долго, не знаю, толкались между собой. На гробах или в пуле, но в целом. Снайперской винтовки, на мой взгляд, не хватило. Еще одна пауза. Подожди, а почему еще одна пауза террориста и 4 из 4? Это же ВИЧа брали, а в первой половине так много. Это баганая система, на самом деле. Не было еще таймаута, по-моему, от Ренегейтс. Не, ну, может быть, и было, но точно не 4. То есть 4 это слишком много для них за такое короткое время. Также, друзья, хотите новых эмоций от любимых компьютерных игр и стримов? Добавьте старты с нашим партнером БК Лига Ставок и станьте участниками настоящих сражений. То есть вот здесь сражения, вот, изначально я бы не сказал, по счете 10-5, 12-6, что вот Ренегейтс дадут вести камбэк вич и гейминг, да? Но по последнему раунду можно сказать, что аж целых 5 подряд китайцы забирают. Ну, потому что, опять же, Ренегейтс действительно не доигрывает. Очень похожая их игра на то, что делали у нас сами ВИЧи за атаку. Но 3 раунда нужно откомбэчить еще к команде вич и гейминг, чтобы мы с вами наблюдали допы. Джекем идет на бойлер, готовится, можно выйти быстро на короткий. Теперь же 3 человека опять у нас под ямой. И пока что все это напоминает у нас прошлый раунд. Фримен на коврах играет вместе с ним тиммейтом. Ребята играют сообща, ребята играют вместе. Это ошибка Джекем, Джекем, Джекем. Джекем делает тоже два минуса, неплохо. Он с бойлера отработал, а с другой стороны командирный гейтс заходит на точку Б, а там всего лишь один игрок, это Адвент. Если он не справится, тогда пиши пропал, он его смог нашивать. С другой стороны случайно, кстати, Тирас по-своему попадает. Гритис Фэкшн дождался все-таки Адвента. Бомба ставится, и вот сейчас, конечно, там действительно не 100% моменты команды Ренегейт взять этого раунда. Короче, это какая-то слишком тяжелая катка для вич и гейминга. Казалось, сейчас прекрасная приемка от Джекем, казалось бы, но две потери изначально. И Эдмонт ошибается с приемкой, далеко не самый результативный игрок вообще в целом у команды вич и гейминг. 2-1, Джекем, 6%. Ой, вернее, 13% здоровья, 6-ой номер. А это, может быть, раунд? Нет, все-таки Ля забирает Джокинга. Это 16-12 в пользу Ренегейт. Поздравляем австралийцев. Первая карта в Best of 3 противостояния уходит именно к ним. Да, был пик соперника Дарья. Дорогие друзья, нас с вами ожидает Дэмми Раш, пик команды Ренегейт. За кт-стору начнут у нас именно уже вич и гейминг. Ну и поминаем, что для вас работают студии Рухамп, Андрей Нишарот, Алексей Несеня. И мы освещаем для вас ESL Pro League сезон 8 финалы в Дании Оденс локация. И уходим на небольшую рекламу музыкальной паузы, после которой вернемся совсем скоро. Не переключайтесь. Intel technology powers the best of esports, and the best demand a superior level of performance. So we're introducing the 9th Gen Intel Core i9 processors, designed for the world's best gamers. In celebration with our community, we're hosting the 9th Gen Intel Core i9 processor, Dreamstakes. We want to bring you inside our world of esports, for once in a lifetime experience that only Intel can provide. Enter for a chance to win a trip to one of nine world-class events across three sweepstakes. We're taking the winner and a guest behind the scenes for a one-of-a-kind VIP treatment. Winners will also get the latest 9th Gen Intel Core i9 processor, and walk away with exclusive swag. Enter for your chance to win, starting November 5th, 2018. Visit corei9.intel.com to sign up for more information. We'll be right back. Порнадцать от 89 рублей. Порнадцать от 89 рублей.